Добрый вечер, друзья! Сегодня мы начинаем сравнение более тяжеловесов наших. Tomatin 21 против Glynfidic 21 год. Tomatin 120 евро, Glynfidic 140 евро. Ну, все и выше, так сказать. По упаковке, конечно, Glynfidic покрасивше будет. По цветам Glynfidic явно сочнее и, ну, явно краски сочнее. То есть, ну, как яблочный сок, как виноградный сок. Начнем с Tomatin. Tomatin 21 год по градусам. Часто забываю сказать 46, да, 46 градусов против 40, против стандартных 40 градусов. Теперь вроде бы все. Вот и там. Как говорится, наша лесополоса. Яблоко, груша в запахе. Еще сладость, вонит. Какой-то нотки бурбона есть. Приятный запах. Было бы плохо, если был бы неприятный 21 года. Прямо печалька. Ну, запах проигрывает. Здесь перец и апельсин. Причем такой вот перец в запахе. Ну, запах у Tomatina поярче. Поярче. Даже вот благодаря яблоку, благодаря груши. Более приятный запах. Давайте по вкусу определимся. Ну, вот вкус у него интересный. Он, очень много пряностей во вкусе. Это не перец. Они такие согревающие. Они, вот когда-то я хотел, пытался найти рождественский виски. Я мог бы сказать, что это вот такой вот риски на эту тематику. Потому что очень пряной, очень приятный. И очень удивляет послевкусие. У тебя в послевкусии появляется груша откуда-то. Мне это очень приятно. Все-таки, ну, я, вот мы там, персик мы встречали с вами во вкусе. А тут вот груша в послевкусии. Ну, очень, очень приятно. С какими-то нотками в послевкусии еще вот эта груша, она еще в сладость очень такую конкретную переходит. Что нам расскажет Гренфиди 20 минут? Это, конечно, удивительно. Это удивительно, что Гренфиди проигрывает. Перец, как я вам рассказывал, секундный. Потом какая-то ваниль, сладость идет, все. Но после, после томатина 21 года, она проигрывает. Он проигрывает Гренфидику. Вы знаете, я удивлен, потому что я как бы вот был уверен, что мы сейчас сравним томатин 21 год с Гренфидиком 21 год. У нас выиграет Гренфидик, потом мы Гренфидик сравним и с Гренморанж Сигнет. Друзья, мы сравним томатин с Гренморанж Сигнет. И томатин вкуснее, томатин лучше. Сейчас я дам друзьям, расскажу вам через секундочку, что мне еще друзья скажут. Может, они со мной не согласятся. Тоже будет интересно, я вам тоже про это расскажу, если вдруг. Но для меня вот томатин выигрывает. Секундочку, друзья. Когда я сказал, секундочка, ребят. Тут весь народ сказал, да нет, да невозможно. Смотри, какая бутылка, какое что, томатин не может выиграть. С прискорбием сообщаю, что томатин таки выиграл. Но ребята еще говорят, что он, наверное, выдохся. Ему плохо, он себя плохо чувствует. Но даже если выдохся 21-летний виски, это тоже не говорит в плюс к виске. Потому что он не должен выдыхаться. У меня, по крайней мере, те, которые по 30 лет виски не выдыхаются. Ладно, друзья. Значит, как бы там ни было. У нас побеждает томатин, он переходит в следующий тур и будет сражаться с Сигнетом. С Денморанжем Сигнетом. Спасибо за ваши комментарии в будущее. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Правильно. Подписывайтесь на канал, репостите. У нас выигрывает томатин. Он действительно вкуснее. И это удивительно. Потому что, конечно, упаковка у Глинфидика намного интереснее. Хорошего вечера. Продолжение следует...